Привет, интернет! На связи Омега. Да, название не врет. Мне действительно приехала посылка от Axel Bolt, студии разработки Stand of 2. Это, так сказать, подарочек на Новый год, но не для ютуберов, как вы могли подумать и задаться некоторыми вопросами. Отсылался он помощникам и модераторам, которые уже относительно давно и до сих пор помогают игре. Например, меня взяли в модерацию летом 2019 года. И если вам интересно, я как-нибудь расскажу, как это было и что произошло дальше. Ну а пока что посылочка. Приятного просмотра! Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту! Ну что ж, собственно, сейчас я буду распаковывать эту посылку. Я хочу сразу что сказать. Здесь я нащупала уже ручку. Где-то вот она, вот. Вот прям чувствуется, что это ручка. А если есть чем писать, значит должно быть и то, на чем писать. Так, ну ладно. Собственно, потихоньку начинаю. Блин, я не знаю, у меня прям реально просто вот эмоции такие вот прям реально неописуемые. Тем более, это вторая вообще посылка, как бы, за этот год. Грубо говоря, за месяц, да? И получается... Ну, не грубо говоря. Вот за месяц вторая посылка. Так еще и от кого посылка? И какие посылки приходят? Там была офигенная, а тут, ну я не знаю, тут я вообще с ума сойду. Так, ну ладно. Кстати, обратите внимание, мне кажется, это было от ручки. Слушайте, я, кстати, вообще офигею. Пони Экспресс доставляли эту посылку. Звучит очень смешно, по-моему. Так, о господи, черная коробка. Блин, она помятая. Вот она ручка. Блин, смотрите. Да ё-моё, во. Аксель болт. Только она вся в пыли. Она выглядит очень круто. Я, кстати, всегда хотела такую какую-то ручку. Типа, знаете, чтобы... Ну, примерно так выглядело. Такие, можно сказать, офисные. Аксель болт. Давайте посмотрим, как она пишет. Ну, она вроде должна писать. Так, ладно. Давайте все-таки я пока еще распакую. Почему? Как она вообще вылезла? Она просто решила сбежать? С кем-то что-то не поделила или что? Блин, надо, наверное, вот так было распаковывать. Так, ну что ж. Ну что ж, момент истины. О-о-о-о. Я знала, я знала, что тут будет кружка. Это был мой прогноз. И блокнот тоже был моим прогнозом. Смотрите, какая ручка. Ой, фу, ручка. Ну, ручка у кружки. Блин, ну, выглядит, согласитесь, кошерно. Блин, это слишком круто. Я не знаю. Как бы, конечно, это ручка. Ой, фу, ручка. Да почему ручка-то? Кружка. Это кружка, как бы, конечно, да, просто. Но... О-о-о, прием, прием. Так, ладно. Давайте я, наверное, сюда это все буду ставить. Сюда положу, чтобы потом оценить. Вот очень, конечно, обидно, что коробку развалили те люди, которые доставляли. Так, ну, это обязательно надо будет. Ну что ж. И блокнотик, и блокнотик. То есть, да. Блин. Аааа! Я еще больше развалилась. Смотрите, блин, она распалась. Ну, ешкин кот. Она расклеилась просто. Я ее взяла, и она своим весом все расклеила. Смотрите, привет, Софья. Отличная работа, приятель. И вот этот чувачок, который, по-моему, из 100 years. Ой, блин, тут еще блестящие штуки. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Вот мои прогнозы оправдались вообще на 100%, потому что я видела эту ручку и кое-где еще. Хотя нет, я, по-моему, то ли ежедневник, это был то ли блокнот. Вот, я видела, ну, кое-где давненько на фотке, на кое-чей. На разных фотках, если бы точнее. Вот, я такая думаю, блин, а может быть, оно придется? Я прям, я угадала на все 100%. О, да, смотрите, сейчас, подождите, подождите. Та-дам! Аксельболт. Только, о, да тут даже страницы Аксельболт. Можно в школе детям продавать. Реально приходить. Кто играет в стенд-офф? Забирайте, покупайте. Вместе с автографом от Омеги. Прям вообще круто. Так, ну и последнее. Это у нас. Это у нас. Это у нас. Это. Сейчас, подождите. Замотали. Так как самое. Что, смотрите. Чтобы не испортилось. А, это просто. То есть, нет, там, по-моему, она раскладывается. Мне интересно, что там. Да, блин. Как будто упаковку от хлеба распакнул. И то хлеб даже проще открыть. Хотя не всегда, знаете, не всегда. Иногда как запакую. Во. Вот так вот. Я, конечно, извиняюсь, что я на полу это все делаю. Но тут слишком много места. Чтобы не воспользоваться этим. И типа, привет, Софья. Блокнотик, ручка, кружка. Прям реально то, что надо. Мне как раз нужна была ручка. Потому что у меня она заканчивается. Я как раз себе хотела кружку. Я, кстати, хотела заказать, ну, по приколу, кружку, которая была у Рамазана. Которую он ее разбил. Но она стоила 500 рублей. Я такая, так, погодите. Я не против пока что пить из обычной. Вот. Потом, естественно, открыточка. Да. Жаль, конечно, что тут ничего не написали. Было бы еще прям от души душевного душа. И блокнот. Я обожаю блокноты. Я серьезно говорю. Я все постоянно там черкаю, черкаю. Но в такой блокнот я побоюсь что-то писать. Потому что, если ты там будешь писать, значит, когда-то он точно закончится. Ну, в общем-то, друзья, на этом все. Да. Все. Вот так. Я даже, если честно, не знаю, как еще прокомментировать. О, я хочу проверить ручку. Ну, все. Ручка пишет синим. Пойду в школу с ней. Будет прикольно. Ну, что ж, вот видео и подошло к концу. Да, вот такое вот небольшое вышло. Мне лично очень понравилась данная посылка. Потому что реально все, что мне хотелось. И надеюсь, что в будущем такое будут присылать ютуберам. Даже если не мне, я говорю не про себя, а просто. Если какие-то ютуберы будут сотрудничать в студии, им будут высылать какие-то штучки. Я помню, PUBG высылал в Фене что-то. Это было реально прикольно. Ему прислали бокал для шампанского. Ну, это единственное, что я знаю. Вот еще, кстати, недавно разработчики Сталкера, какой-то стримерше прислали подарок. Только это на самом-то деле странно. Я согласна с людьми, которые говорят, что вот другие ютуберы сделали для Сталкера... Галалалалэ. Другие люди сделали для Сталкера гораздо больше. Но им почему-то ничего не прислали, а прислали какой-то стримерше, которая просто прошла Сталкера. И это реально на самом-то деле обидно. Типа, очень много мододелов, все такое, но присылают какому-то чуваку, который просто прошел игру. В общем-то, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Очень скоро, надеюсь, увидимся. У меня уже готов текст для следующего ролика. Осталось его записать. Ну что ж, еще раз спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...